Дэнни, что-то я уже расплакался. В садик идёт. Можно ещё вставить и преувеличить на 10 тысяч размеров свою грудь. Заснять вам, как я с ним расстаюсь, как он себя ведёт, когда я его только оставляю в садике. Доброе утро, мои хорошие. Вот так я выгляжу утром. Особенно, когда не выспалась. А это Дэнни. Мы куда собираемся? У нас сегодня первый день в сад. Сейчас мы идём на первую половину дня. Нам сказали, что лучше пока походить по полдня. Мы взяли свои любимые игрушки, взяли полный пакет одежды, трусики, на всякий случай. И, в общем-то, идём в сад. Сейчас полвосьмого утра. В общем, пробный день был намного лучше. Сейчас он прям как будто, знаете, зашёл и ощутил запахи, которые... Что-то он вспомнил, что его тут, по-моему, оставили, что он плакал. Вот. И как-то начал сразу переживать, сразу ко мне, ко мне, ко мне. Я чуть-чуть рядом побыла, мы вообще первые пришли, оказывается. Вот. И уже потихоньку начали детки идти. В общем, короче, получилось так, что воспитательница взяла его на ручки и повела уже детей, ну, ручки мыть там такое всё. И он прям как бы, ну, расстроился, плакал. То есть я ушла, он прям плакал. Я чуть-чуть постояла, что он там капризничал конкретно. Но она говорит, что вот Кира, она пришла, девочка там была такая спокойно, зашла, играется такая, всё нормально. Говорит, что тоже ходила вообще первые там, первую неделю по часу. Они сказали, что если он будет час-два плакать, не успокаиваясь, то они позвонят мне, я его заберу. В общем, вот так вот. Надеюсь, он успокоится. Бабуля пришла наша, мы хотели вместе отвезти его. А я проснулась утром и поняла, что лучше, чтобы он бабулю не видел, отведу его сама. Короче, чувствую ненадолго. У меня к 11 отпечатки пальцев снимать. Так что бабушка его заберёт, наверное. Вот такие дела. Надеюсь, мы не будем неделю по часу ходить. Сейчас позвонила заведующая и говорит, я уже здесь минут 40, ну, типа, наблюдаю, смотрю. Говорит, ваш малыш прекрасно себя ведёт, не плачет, не всхлипывает, всё прям замечательно, тихонько уже. Ну, вот сколько она, всё прекрасно. У меня такая радость. Ты молодёй, мой мужик. Короче, девчонки, вот это событие у нас, да, с вами. Сейчас звоню, мама говорит, что она его встретила, я сегодня ездила по делам, там отпечатки пальцев с Кристинкой сдавали на Шенген. Всё, все документы сдали, теперь ждём, теперь ждём визу. И мама забирала малыша, она сказала, я говорю, он плакал, потому что в прошлый раз, когда я его забирала, он увидел меня, сразу расплакался. Она говорит, нет, не плакал. Обрадовался, улыбался, пришёл домой, она его за 10 минут, по-моему, спать положила. Ну и всё, они уже давно проснулись, я тут пока бегаю, 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 покупаю. В Валеруа надо памперсы купить, хорошие, в садик. Мои любимые Мирис, возьми. Презентабельные памперсы будут у пацана, модные. Вот, что ещё? Может, что-нибудь из вещей ещё докуплю, а то я собрала его всю в садик, пакет, получилось пол-гардироба. Сейчас зашла, роллы хочу поесть, голодная. Взяла мои любимые, сразу взяла, чтобы мне завернули с собой. Вот я беру с собой, потом кушаю здесь, обратно заворачиваю, потому что я чуть-чуть ем. И дома ещё потом и поем, вот. Главное радость. Девочки, вы видели, как Асан заботится о нас? Можно взять плед, чтобы не замёрзнуть, пока ты будешь выбирать в холодильнике продукты. Вот как. Я решила взять первый раз вот такую, кстати. Удобно. И 10 рублей платить не надо. Нет, самое интересное, что она едет намного манёвренней, чем та огромная железная тележка, у которой иногда подкашиваются колёсики. И она бесит. Крошки мои, блин. Да я же Фиберлик заказала снова себе. У меня есть хорошие для вас рекомендации. Кстати, губы я накрасила, попыталась под вот этот, под вот этот квадратик. Хорошо, когда есть наборы, вот такие вот, да, рекламы моего магазина. Я просто отхватила, отщебучила офигенные наборы. И нравятся они мне тем, что, знаете, я что-нибудь надеваю на себя. Потом такая смотрю и думаю, какой бы более цвет мне подошёл. Вот этим вот, я вот эти вот наборчики всякие очень люблю. Именно наборами брать. Потому что я люблю все время разные оттенки использовать. Вот сейчас использовала такой, не самый красный, который здесь есть, а такой немного кирпичный. Мне кажется, подходит, да? Давайте приступим. Быстренько покажу Фиберлик, что я купила. Я взяла бельишко. Вот такое вот офигенное. Это у них новое. Оно с пушапом. Я, представляете, потеряла где-то лифт свой дома. Я не знаю, где, куда я бросила. Не могу найти. И хотела одеть белую кофточку, не нашла. Ну, короче, взяла вот такое. Хотя вот, знаете, тоже под белую кофточку будут видны вот эти вот ромашки, блестяшки. Ну, короче, мне очень захотелось. Красиво смотрится. Там два вида есть лифа. Я взяла вот такой. И всё супер классно. Здесь можно ещё вставить и преувеличить на 10 тысяч размеров свою грудь. Классно. Взяла ещё трусы. Вот трусы. Трусы расстроены, потому что там было два вида. Одни прям такие шортики-шортики. Другие, ну, типа слипы, знаете. И здесь вот, вот здесь резинка. Резиночка. То есть вот красота, да? А вот здесь резиночка. И она передавливает мою аппетитную попу, которая стала за последнее время немного более аппетитной, чем обычная. Если, конечно, у вас упругая попа и прям вообще ничего лишнего, то, может быть, оно не будет пережимать. А у меня пережимает и выглядит некрасиво. Так что трусы новые можно кому-нибудь задарить, например. Ещё я заказала своей племяннице на 90... Там самый маленький размер, к сожалению, на моего малыша ещё всё большое будет. Но на племянницу как раз заказала одну вот такую футболочку. Принцесс написано. Хорошее качество. Мне нравятся, на самом деле, детские вещи и взрослые там. Ну, мне кажется, подойдёт ей замечательно. Этот размер у нас какой-то? 98. Самый маленький. Такие нежные цвета взяла. На самом деле, на девочек так всё одинаково розовенько, с цветочками, что, мне кажется, у неё такое есть. А второй вот такой вот с таким вот принтом, с такими цветами, с длинным рукавом. Ну, блин, оно нежное. Вот, знаете, вот хлопок, и он прям такой нежный. Хорошего качества. Ну, я-то уже знаю, блин, девчонки. Я-то уже разбираюсь в качестве одежды. Свой магазин как-никак есть. Короче, я думаю, что это порадует мою племяшку. Вот, мою принцесску. Я снова взяла свои корректоры любимые. Они заканчиваются. Я пользуюсь ими каждый день. Девчонки, кто не пробовал вот эти корректоры Faberlic, я рекомендую попробовать. Неоднократно говорю, у них там два цвета. Один посветлее, один потемнее. Я беру всегда посветлее. И даже под загоревшую кожу замечательно всё. Вот это number one мои корректоры. Потому что они не скатываются, они прикольные. Мне кажется, они подстраиваются вообще под кожу, держатся. Ну, короче, и бросил вот удобно, да? Вообще. Вот у меня их уже больше, не знаю, 20 штук, наверное, лежат. Ну, заканчиваются, выбрасываю. Короче, это number one, это нужно. И ещё я заказала своему любимому костюмы. Костюмы толсток, футбоксеры. Я уже заказывала ему. Вот боксеры. Беленькие и чёрненькие, по-моему. Хлопок 100%. 95% хлопка, 5% эластана. Чёрные взяла и беленькие. Это нижнее бельё. Потому что реально в Faberlic качественная одежда, качественная ткань. Это я уже заметила. И своему любимому, открою вам секрет, мы с ним всё время покупаем всё вместе. То есть под его чутким руководством я ему помогаю. Или под моим чутким руководством, не знаю, как правильнее сказать. Но мы всегда покупаем одежду вместе. И я знаю, сколько уходит на эту одежду денег, в принципе, да. Какие цены, какие костюмы мы берём там, да. Последний раз покупали в Reebok, по-моему, да. Костюм там вышел больше 10 тысяч. В общем, мы разные брали. Adidas, Reebok, Nike, много-много-много. Всё очень быстро портится. Я не знаю, от чего это зависит. Вроде бы не дешёвые марки, но костюмы очень быстро портятся. То есть появляются катышки, то есть теряют вид свой. И единственный костюм, который он носил, это Adidas Porsche, но он не хлопковый. Он-то всё-таки синтетический, плотный такой. Мне кажется, кожа в нём не дышит. Вот один, он как бы такой неубиваемый, да, один. Ну тоже, и ценник тоже у него немаленький. А в Faberlic один раз случайно заказала. Думаю, ну блин, что ещё заказать в Faberlic? Думаю, закажу любимому чё-нибудь, порадую его. И на удивление ему очень-очень сильно понравилось качество. Он говорит, во-первых, приятно к телу. Прямо говорит, да, как передастным подписчикам. Приятно к телу. То есть неожиданно. Faberlic не отличается высокими ценами такими какими-то, да. То есть костюм можно взять там до 10 тысяч у них там, да. Мне кажется, даже 5 тысяч плюс-минус там 6-7, вот так. В общем, после этого он сказал мне, возьми мне ещё один костюмчик. Он классный, приятный к телу. И он до сих пор не потерял свой вид. Реально классный. Он его носит, ему нравится. В общем, появились у них новые цвета, такие тёмно-серые. Я думаю, как раз на осень. В прошлый раз я брала ему светло. А, нет, я ему брала чёрный. Да, чёрный брала. Вот здесь вот так вот написано Faberlic. Faberlic блестит. Я ему взяла вот такую с длинным рукавом кофточку. Качество, честно говоря, даже на ощупь отличается намного, блин, лучше брендовых всяких типорибок там, аждастом. Реально, ну реально. Вот такую вот со змейкой и с капюшоном серенькую. Хотела взять светло-серый костюм, но его, к сожалению, не было. Видимо, разбирают очень быстро. И брючки. Ну, то есть это так захотел, так одеть, захотел, так одеть. Вот, и брюки очень классные прям. Ну, я даже сейчас чувствую, да, суперски. Вот. Короче, я думаю, что мой любимый будет безумно рад, что я уделяю ему такое внимание в одежде. Он не любит особо ходить по шмоткам, по этим покупкам. А я же люблю, поэтому и беру с удовольствием. Доброе утро, мои крошечки. Сегодня второй день. Отвела малыша в сад. И он уже зашел туда, уже не плакал, как вчера в первый день. То есть он там раз, еще мальчик пришел. Он такой раз, что-то смотрит. Я его передеваю там, то, и все. В итоге приходит воспитательница, забирает пацанов. Мама уберет на руки. Он сразу, мама, мама, траляля. Ну, она его быстро уводит, буквально три секунды. Я дохожу до дома, включаю камеру, и мальчик играет уже. Ну, я знаю, да, что он быстро успокаивается. Вот они уже. Я смотрю по камере, все сейчас покажу вам. Ой. Вот камера. Ну, вам особо не видно будет. Но я вижу своего малыша. Он у меня за столом. Что-то там выложили, я не знаю. Что-то он там делает руками. Воспитательница с ними находится. Сейчас у них раз, два, три, четыре, пять, шесть человек вместе с моим Денькой в группе. Ну, примерно вот их так в группе пять-шесть человек. По-моему, не больше. Ну, может, семь. Может, восемь. Но кровати, во всяком случае, двенадцать, по-моему. Вот. Так что все, пацанчик занят у меня. Зайка моя. Камер здесь несколько. Ну, у нас одна группа. В основном они в одной комнате находятся. Вот ясельные, да, малыши. И площадка. И вот мы смотрим. Вот здесь вот все по камерам. Площадка. Вон еще, я смотрю, детишки пришли. Старшие группы только. По-моему, это старшие. И я спокойно наблюдаю за ребенком. Вообще, камеры придумали. Это отличная вещь. И мальчик, ну, любит садик. На самом деле, я знаю, что ему там нравится. И я знала, что ему там понравится. Потому что он у меня социальный такой. Он, когда видит кого-то на горке, и все. Он видит, что кто-то с ним. Все, он начинает с ним уже. Вот все, мы на горке с тобой, там, на перегонки. Да, или там бегает кто-то. Все, бежит с ним вместе. Мы с тобой бегаем. То есть, стоит его кому-то вот, ну, немножко затронуть, улыбнуться. Все, он дружит, общается, веселится. Поэтому ему среди детей однозначно хорошо. Внимание ему там уделяют все время. Смотрю, что бывает вообще. Вокруг него встанут воспитательницы. Что-то там ему рассказывают. Смешные такие малыши. Ой, они на зарядку вышли. Так, моего за ручку привели. Так, смотрят что-то. Блин, так это интересно. Да, сейчас включат музыку, а не буду делать зарядку. Буду наблюдать. Ладно, пока его нет, я как бы делаю дела. Только проснулась, еще такая в себя не пришла немножко. Есть дела, которые нужно сделать, пока его нет. Покрасить кое-что. Так, иду за малым. Параллельно смотрю по видеокамере, что он там делает. Они уже покушали, половину детей уже укладывают спать. Мы пока что перед сном его забираем. Сказали, что пока что не пугать там, ничего, чтобы не испугался, а то потом говорят, не уложим. Вот, сегодня второй день, может быть, еще третий мы его заберем, потом уже будем пробовать его укладывать со всеми детками спать. Так, что его переодевают, по-моему. Ну, в общем, я иду. Здравствуйте. Мы за нашим малышкой. Сейчас грязные вещи там будут. Да, там на дверце висит маечка, штанг-то чистая, а маечка возьмите, она чуть-чуть пролила на тебя конфлик. Так, маечка чистая. Добрый день. Здрасте. Кто идет? Только сняли, опять компот пила. Ты такой молодец. Вас сюда поселили, я сейчас вам в другом месте найду. Да, давайте. Ну, чего это, мамочня? Я видела, что наблюдала за тобой. А вот, с вами, шкафчик. Ага. Зайка, отлично. Будем завтра. Да, сейчас сделаем все. Супер! Это все. Ты рад? Я. Пилот, я знаю, что тебе тут нравится. Это он только-только вот облился. Поменяли вот. Я видела, я видела, я по камерам видела, да? Комфортела. Тебе нравится, да? Класс. Все хорошо, до свидания. До свидания, спасибо. Так, давай вещички в шкафчик новый переложим. Давай. Еще, мне кажется, ребенок стал еще спокойнее с садиком. И я думаю, что он настолько ему нравится, он прям вообще вот просто в фрустрации даже какой-то находится. Прям вот просто делает то, что нужно. И сейчас девушка проезжала за рулем и аж видит, что я снимаю. Или не знаю, что она увидела, но она аж перестала смотреть. Едет и просто смотрит на меня. Я аж подумала, ну опасно, блин, на дорогу смотреть надо. Все-таки тут дети ходят. Да, вот так иногда человек с камерой может привлечь внимание. Короче, он вообще, вот я же говорю, вот впечатление, он за всем наблюдает. И мне кажется, он прям поглощен этим садиком. И я думаю, что если бы его сейчас укладывали спать, на самом деле без проблем было бы. Ну, если воспитатели говорят, что лучше сделать так, то я воспитателям доверяю. И буду делать так, как они говорят. Они говорят, что пока первые дни лучше его не укладывать там, а забирать его. Вот. Как только они скажут, что пробуем уложить, пробуем уложить. Как только они скажут, оставляем на целый день. Мы оставим. Я готова. Я сказала сегодня, пусть, ну-ка, посмотрите, да? Чем быстрее он будет полный день ходить, тем лучше. Я только рада. Денечка, а ну че ты? Зайка. Ты какой-то прям мужик стал. Ты прям очень какой-то мужик. Ты вот обратила на него внимание, и все, я на ручки сразу. Вообще ты стал какой-то вообще взрослый. Прям на маму даже, че с мамой разговаривают? Мама и с мамой, да? Мужик вообще, кто-то смотрит. Че вы там, я смотрю, играли с детками, да? Котик, давай уже там учись быстрее разговаривать. Будь мне все рассказывать. Че ты там делаешь. Да? Подробности все рассказывай. Тогда я за тобой наблюдаю, но мне хочется, чтобы ты рассказывал свои впечатления. Ну что, наш мальчик сегодня не спит. Мы его забрали с садика, и с 12.30 мы пытаемся его уложить спать. Сколько мы вообще с времени? В полчетвертого. В полчетвертого он не спит. Я говорю, ну пусть не спит, давай уже его не укладывать сегодня. Мы пораньше, часов в семь, может быть, вечера, я его уже уложу сегодня на ночь. Не знаю, может быть, стресс какой-нибудь там получил. Хотя мы следили за ним, он не плакал, не капризничал, все хорошо себя вел. Может быть, как-то эмоционально, да, в садике что-нибудь укладывается. Он не напрыгался, да, он прыгал дома, бегал, но как-то там они и на улице были, и во что-то играли, и зарядка утром была. Насыщенно как бы, всего много делали, как и вчера. Вчера он сразу уснул, а сегодня он решил не спать. В общем, мы недельку за ним вот так понаблюдаем, я вам все поснимаю, и будет такая неделя в детском саду. Отзыв. Да, помада у меня из моего нового набора в магазине, в серой упаковке. Каждый раз, когда я крашу разными помадами, буду вам говорить, да, да, это она самая крайняя, там такая самая серая, фиолетовая какая-то, светлая. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня отвела Деньку в сад, сегодня у нас четвертый день, но в третий день мы не были в саду. Сейчас расскажу, почему. Я вот сижу, я вот только его отвела, я поняла, что нужно прощаться быстро. Просто я его целую, говорю, все, иди беги с детками играть, он, естественно, плачет вот сейчас. Я только отхожу, я уже беру камеру и смотрю, что уже пять минут он не плачет, поэтому не стоят долгие прощания, разрывания, вот эти вот фу. И все, убежала. Я так делаю, потому что он так быстрее, короче, как скотч оторвал. Не скотч, а эту. Ну да, скотч. Эпиляцию когда делаешь. Вот. Вчера они пошли в сад, потому что я что-то переживала, начались сопли у него, думаю, ну офигенно, заплатили деньги и давайте теперь болеть. Я очень переживала. И решила за ним понаблюдать один день, думаю, не буду его везти в сад, мало ли, это могут быть сопли там разного характера, да. Поэтому думаю, не поведу в сад, пусть дома побудет. Все равно на полудня ходим, не очень страшно. Вот. И все это время ему, короче, капало нос там, как бы смотрела за ним. И в принципе уже на следующую ночь, перед тем, как идти в сад, да, уже все спал спокойно, нормально, ничего не заложен, свободный носик. Мне очень нравится, хотела сказать, капли такие сиалор называются. Они антисептические, они, по-моему, сделаны на йоде. Их приготавливаешь там самостоятельно, в рецептурном продается. Ну, вообще сиалор много где, проторгол там, проторгол, сиалор, кто знает. Вот эти капли для меня на самом деле вообще золотые, честно. Насморк лечат на раз-два, любого характера. Ну, казалось бы, это не лекарство даже, да, это просто антисептическое средство, насколько я поняла. Оно даже, ну, пахнет, по-моему, йодом и коричневое такое, после него сопли коричневые. Вот, но оно очень, что мне нравится, оно подсушивает все внутри, оно вытягивает все внутри, и оно делает вязкость. То есть сопли не текут, если они текут, например, жидкие какие-то, да, а он делает их такими вязкими и все, и очень быстро. Допустим, нос не заложен, все нормально, ими закапали, они такое ощущение, что они там все вытягивают, даже того, что не было, просто нос дык, чтобы все нормально, да. Они все равно что-то там находят, вытягивают, буквально там через 20-30 минут можно, ну, промыть носик, да, вытянуть все, и все, оно подсушивает, и, ну, классно, короче, они мне очень нравятся. Они хранятся всего лишь месяц. Короче, я сижу вот так вот, смотрю над этой камерой, как мой малышик адаптируется, а надо вообще поехать делать дела. Ну, я сейчас пока пью кофе, у нас есть время еще, у меня раз, два, три, три с половиной часа я могу делать два. Вот сейчас впервые выехала, когда малой в садике, выехала по делам, так что мамы дома нет, ну, какое-то другое ощущение, когда ты все равно, мама дома, она приехала к нам, малого отвела в садик, если что, ей звонят, она сразу забирает. А тут я как бы не рядом там с ним, да, а как бы отъехала немного, такое ощущение, вот у меня тут камера включена, я тут, ну, вам не видно, я тут наблюдаю за ним. Так, они покушали, теперь их посадили, что-то им включили, кстати, надо спросить, что им включили, интересно. Переодевают пока там кто облился, кто что, сейчас они все поубирают и пойдут гулять, вот. А я пошла в магазин собирать посылочки, и у меня уже два с половиной часа всего лишь осталось, вот. Пацан, кстати, быстро перестал плакать, я говорила, тоже, да, вот зашел, и все, пять минут, и все. Поэтому я побежала собирать посылочки, хочу отправить, все, мне уже там пришли какие-то посылки. В общем, все, что мне удобнее делать без него, как собирать посылки, например, потому что если я его беру с собой в магазин, он все тащит, все валит, все падает, короче, это неудобно. Мы идем из сада, четвертый день. Дэнь, расскажи, нравится в садике тебе? С детками играть, зарядку делать. Ты, правда, не делаешь зарядку? Стоишь там, смотришь на всех, пока привыкаешь, да, адаптируешься. Ну, а так тебе нравится, смотри. Опять зашла, увидела, типа, у меня такой, ну, игровой, ладно, ладно. Такой сразу воспитательница помахала своей, улыбался. Она говорит, он такой приметит кого-нибудь одного, и, короче, ему надо этого человека в поле, ну, из взрослых. Вот он говорит, я сегодня приметил, и все. Если она находится на площадке, то все, он идет играть. Если ее нет, он стоит, ждет, пока она не придет. За тебя рассказываем, какой ты хитрый. Сейчас спать пойдем. Доброе утро, мои крошки. День пятый. Идем в садик. Сегодня соплей уже вообще нету. Спал вообще чистенько, даже нигде не похлюкивал. И сегодня хотела жену закапать все дела, а смаркиваю, и ничего нету, вообще сухенько. Так что только деренатками закапаем. Деренат в садик вообще утром, перед тем, как идти. Уже оделись мы почти, да? Хлебушка чуть-чуть съесть. Вот мы просыпаемся, на самом деле, блин, за два часа, за два с половиной часа до садика. Охренеть! То есть я еще вымотаюсь до садика, устану за два часа. Вымотает ребенок меня этот. Накормлю, естественно, за это время. Потом не завтракаю. В общем, сегодня еще полдня, и потом выходные. Потом выходные. В садик идешь, День? Тебе там нравится, я знаю. Сейчас мы вышли в сад. Денька прям бежит. Бежит прям в садик, да? Ой, как хочу в садик, скажи. Я уже увидела по камерам, что там пришла одна девочка. Я говорю, пойдем в компанию, все ставим ей. Вот, и хочу попробовать сейчас заснять вам, как я с ним расстаюсь, как он себя ведет, когда я его только оставляю в садике. И как быстро я ухожу, чтобы разорвать эти долгие прощания. Очень неудобно, держу камеру, поэтому она может трясется. На ручке. Все, полпути прошел и хватит, да? День, а что ты уже расплакался? В садик идешь? К деткам, в садик играй. К деткам. Смотри, сейчас мы приятно. Реагуемся. Ой, не плакай, не плакай. Ой, прямо-прямо. Там уже детки играют. Ой, все, скорей, дик, любимая, святая девочка. Пошли, займи, пойдем. Иди, скорее, давай, иди, зай, давай. Ч-ч-ч-ч. Давай, иди, скорее. Идем, 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 идем. Пошли, посмотрим, кто пришел. Пошли, посмотрим, кто пришел. вот так вот вот так вот мы прощаемся и сейчас он успокоится через пять минут я вас уверяю сейчас мы с вами по камерам посмотрим даже пока я иду стала за угол так сейчас они пошли мыть руки я как я реагирую на то как ребенок плачет сначала я думала что перед тем ну как отдавать его вообще в сад я честно говоря думала что я буду очень переживать моё сердце будет кровью обливаться но знаете когда ты видишь что ребенку реально приходит польза что он там ему там интересно на самом деле но это детская да ну конечно раз там забирают просто здравый смысл побеждает и я не из тех людей которые если здравый смысл говорит тебе одно а чувство твои говорят другой я не из тех кто раскисает то есть я человек в этом смысле могу себя быстро поставить на место и делать то что полезно без соплей сейчас ему ручки помоют то не всегда ручки ну вот пожалуйста что я говорила их выводят уже на зарядку вот он ходит я уже вижу что он смотрит деток уже здесь раз два три 4 5 маленьких одна взрослая так что все нормально что-то ускакал там новых людей встречать смотрю воспитательница пошла встречать новых людей и он с ней вместе кстати вообще малышку в коляске привезли малю пушеньку стоит смотрит я же говорила что воспитательница вот это вот как раз таки сказала что выбирают кого-то одного и следит чтобы не выходила из виду то есть он за ней вот ходит то есть все детки остались там где их построили а мой пошел за воспитательницей вот стоит возле нее пока она встречает ну смешной но не плачет внимательно наблюдает 5 минут не прошло так что можно идти домой прибрала все в магазине помыла полы все сложила хочу скорее сделать инвентаризацию подготавливаясь к новому человеку ну пока его еще нет но будет а это я же в instagram сказала а здесь не до через полтора месяца где-то буду искать продавца хотя это будет скорее не продавец это будет реально администратор потому что в обязанности будут ходить не только сидишь пришел кто-то продал да то есть это видение инстаграма будет это фото в одежде поэтому девушка должна быть внешне привлекательная чтобы в своей внешности привлекать всех красоток ну что сегодня был пятый день у нас садике в нашем бабушка его встретила сказала что все хорошо пришли уложила его спать в общем то не говорил ну что три часа он уже проснулся значит он часов прям сразу спать лег долго не не мучила нашу бабушку а то бывает он как начнет начнет ходить да и тебя в садике нравится ты че кушаешь ложкой сам да молодец аккуратненько давай кушать кушает что хотела сказать хотела сказать вот такую вещь что я раньше думала что пацана дам в садик и думаю блин вставать так рано 7 часов и в итоге нам сказали что в принципе его надо приводить ну пол девятого только начинают сидеть и приходить то есть садик вообще 7 часов да но все родители которые там приводят детей начиная с половины девятого и как назло мы просыпаемся пол седьмого всем то есть мы еще проводим время два часа до садика а я переживала что надо будет вставать под будильник ни кайф нифига как то так к этому времени мы уже подготовили что мы рано встаем и я уже смотрю по камерам там уже привели одного второго я уже до него одеваю и веду в садик конечно он сейчас пока что вот пять дней эти прошли точнее четыре дня из этих пяти конечно он немножко брыкается вначале но как я вам показала все очень быстро и резко происходит да и то есть он раз и все сегодня например наблюдал за ним он вообще там прыгал сегодня что бегал более активно был я вижу что ребенок привыкает к этому месту вот не знаю по поводу того когда мы начнем его уже оставлять спать я в понедельник проконсультирую с нашей воспитательницей но я думаю что может быть еще недельку мы походим в первую смену пока ложится не будем спать потом начнем наверное укладывать просто наши кстати визы уже что-то с ними сделали только не говорят не говорят что они еще в москве в французском визовом центре и теперь мы их ждем обратно но они должны значит скоро быть и если нам поставили добро то я сразу покупаю билеты и конечно в конце сентября я уже отправлюсь и хорошо было бы если бы дэнка уже ходил в детский сад на целый день чтобы наши бабули было полегче но я думаю что да надо как по ускоренной программе немножечко его попробовать приучить принципе ему там нравится он там не капризничает и когда мы его встречаем он тоже уже не капризничает первый день второй день он когда видел сразу раз такой мама и плачет а на самом деле как бы сейчас уже все только пытается лицо какое-нибудь сделать хотя когда бабушка его по моему встречает он сразу радуется и даже не страдает а вот я типа он мне еще показывает я тут без тебя не было мне хорошо было без тебя плохо ну надо буквально на три секунды скукситься а потом нормально в общем я рада что мы ходим в сад дэнни тоже рад я рада что происходит все намного проще чем я думала и пусть все так и будет пусть ребенок там хорошо себя чувствует находит друзей и в социум с головой я только за вот все мои хорошие вот такой вот влог о садике нашим надеюсь мое видео было полезным и интересным я целую люблю увидимся в следующем видео пока прощайся и пока пока молоди что это хоть поболтать совсем грязная маленькая вот скоро будешь был дать что-то камеру закрыл карта открой тебе не видно как грязнули ты мне такая смешная грязнули а